Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Очень рад вас видеть в этот вечер перед выходными. И тема у нас сегодня такая, что ей можно позавидовать этой теме. Да, потому что сегодня мы будем первый раз знакомиться с неаполитанской школой. Да, мне хочется ее назвать, это неаполитанский стиль испанского эффектования. И я вам хочу рассказать историю исследований. Когда я начинал исследовать неаполитанский стиль фектования, я столкнулся с громадными трудностями. Я думаю, что вы тоже столкнулись с большим количеством трудностей. Вся причина в том, что про неаполитанскую школу крайне немного информации. Получить информацию про нее непросто. Я получил информацию из первых уст и изучил достаточно большое количество документов. Чтобы наши коллеги не переживали о том, что я буду говорить вроде как без документов, мы с вами как бы выложим все документы после эфира в полном объеме с которыми мы работали. Около двадцати источников, двадцати трактатов, двадцати книг. Я выложу сегодня все эти документы. Для того, что если бы вы захотели, вы бы тоже могли их прочитать, если оно нам нужно. So, we would share the documents with you, so just in case someone is interested in reading them and getting acquainted with them. It's all for you. Да. И поэтому, так сказать, что бы мы с вами как бы ни делали, в любом как бы случае, хотим мы этого как бы и не хотим, нам, в общем-то, со школой неаполитанского фехтования надо бы разобраться. Но, как вы знаете, я был ни один день в Италии, ни один день на Сицилии, ни один день в том районе регионе Неаполя, Калабрия и Кулия. Да. Поэтому, что бы мы с вами там как бы ни говорили, ситуация такова, что я не понеслышке знаю, что она такое. Но за все время находения в Италии мне не удалось встретить ни одного как бы человека, который по-настоящему разбирался в этой школе. Да. Поэтому, в общем-то, я буду идти в хронологическом порядке исследований. На документы ссылаться не буду, потому что это первое знакомство, мы с вами не изучим сегодня неаполитанскую школу фехтований за один раз, это просто невозможно. Но у нас появятся, знаете, такие вот очертания этой школы, геометрические очертания этой школы. Да. Да. А после прямого эфира я выложу все источники, то есть вот хронология неаполитанских трактатов, вот кронология. Вот она вся хронология, 20 документов, 20 документов, и еще помимо этого куча всего, но на это я сошлись в книги, которые он планирует написать в неаполитанском фехтовании. По испанскому диктованию я вряд ли лучше напишу книгу, чем Пачика до Норвеза и Иронима де Каранзе, поэтому не возьмусь за это. Оно за вот неаполитанскую школу, за уловки простолюдинов, которые я вам показывал, за эти книжки я возьмусь и обязательно выйдут книги с комментариями на эти вещи. То есть у нас тут есть не одна с вами книга, которая неуловки этих простолюдинов. Вот. Да. 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 Ну хорошо. Давайте двигаться к неаполитанской школе. Начнем мы с того, что я начал читать несколько справочников, где обещали, что там упоминается неаполитанская школа, перелил эти все справочники и кроме нескольких строчек достаточно пространного текста ничего больше про неаполитанскую школу я обнаружил. Да. 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 Как-то не любят. люди писать про эту школу. Ну вот все, что объективно написано, написано неким итальянским грандом Чезаре Альберто Блингини в трактате об итальянском фехтовании шпагой и шпагой. Достаточно распространенный трактат 19-го века. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, я хочу быть осознанной. Так что основные вещи, которые были написаны очень замечательными трактатами, по-моему, в 1864 году. Так что основные вещи, которые были в этой школе, были найдены в этой стратисе. Да. Так вот, я поехал в Италию. Встретился со своим другом профессором Мерендони. И он мне говорит, Олег, надо обратиться к первоисточникам, ты же понимаешь, ну как вы все говорите. И вот он мне рекомендовал прочитать трактат двух Сицилий, написанный в Неаполе. Он говорит, это раритет, коллекционный, то есть ты должен понимать. Я говорю, тогда мне прочитать. Да, вы же как вы понимаете, и он мне говорит, а вот ты знаешь, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня. Он говорит, находится в Национальной библиотеке Неаполя. Я говорю, отлично, то есть, а в чем проблема его достать? Ну вот проблема. И вообще, вы знаете, мы встречаем определенный проблем. И профессор Мерендони сказал, что это был проблем, чтобы получить этот трактат. Вот. Но все равно, вообще, это там. Мы уже есть. Это трактат двух Сицилий. Это трактат двух Сицилий. Это трактат двух Сицилий. Это доктор Марксов показывает. И опять, конечно, это, конечно, неаполитанская школа эффектования. В полном объеме пришлось мне его купить. So, again, this is the whole treatise. And Dr. Марксов, actually, had to buy it. And he bought it. Да. Пришлось мне его купить и прочитать. And, of course, if you buy, then you read it. Я не пожалел о том, что я выполнил эту работу. And, actually, we feel no pity and no sorrow for making this research. Очень многое узнал о неаполитанской школе из этого трактата. Because, actually, Dr. Mindset personally found out and figured out so many things about this course. But, as one may find out, still this information is not enough to collect all pieces of knowledge according to this school. And then, Blondini writes in his book certain facts about Neapolitan Fencing School. Он пишет, что это близнец сицилийского фертования. He states that this school is the twin of Venetian Fencing School. Не Venetian Fencing School, а Сицилия Fencing School. Сицилия? Да. Именно близнец. Сицилия. Сицилия. Да. Но с более короткими движениями. Присутствуют серии испанских ударов, он пишет. Испанских ударов, с помощью которых используется оружие. Имеет свою собственную боевую позицию. Это фехтование основано на принципах и механике действий человека и животных. Так и танца. Фехтовальщики пытаются максимально экономить силы. Фехтовальщики пытаются максимально экономить силы. И контролировать пространство сокращая форму позиции. Они не совершают размашистых движений. Кроме тех случаев, когда они необходимы. И в итоге могут использовать и такие удары, если они необходимы. Если не был найден более простой способ дотянуться до противника. Пройти оборону противника. И дальше он пишет. Все эти школы фехтования хорошо. Он до этого другие перечислял просто. Но неаполитанская остается лучше. И дальше объясняет, что никакие чужеземцы не смогли победить эту школу. И дальше он объясняет, что никакие чужеземцы не смогли победить эту школу. То есть сначала у меня кроме этого определения ничего не было вообще просто. Пришлось найти 20 документов, 20 трактатов о неаполитанском фехтовании и из итальянского их перевести на русский. Так что, в самом деле, мы face the necessity to find out 20 трактатов о неаполитанском фехтовании. Конечно, они в итальянском и азиатском итальянском. И мы были forced и obliged to translate them. Самые значимые из них скоро будут на русском языке. И, конечно же, они очень скоро увидят в русском языке. Да. Спасибо моим переводчикам и спасибо моим помощникам, которые мне помогали в этом. И, опять же, огромное спасибо, что, скажем так, экспрессируют всем нашим ассистантам и переводителям, которые очень помогли. То есть сначала у меня было только это определение, из которого следует, что мы имеем дело с испанскими ударами. То есть первое. То есть Чезаро Блиндини пишет как бы испанские удары. Дальше он пишет механика тела, теоретическая механика, биомеханика тела используется. Используются логические модели животных. Используются логические модели. Используются логические модели. Это как они делают животные. У животных? смешанные с танцем, плюс танцы да, я получил трактат вокруг Сицилии и он кое-какой свет на это все как бы пролил да, и дальше как бы началась работа над поиском логических моделей животных да, и искали меня довольно долго во причине того, что последовательное переводение и, да, мы смотрели все эти логические модели за очень долгое время потому что тратисы были разнообразлены, один по один поэтому пришлось, так сказать, потрудиться поэтому, когда мы дошли до трактата, который объясняет четыре логические модели животных и вы получили четыре логические модели, это волк и затем, мы получили четыре логические модели первая модель волк волк тигр 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 дальше носорог и алё риносок, да, номер три ринол и ол и орё как вы видите, две нормандские модели, две южноафриканские как вы видите, две нормандские модели, две южноафриканские и вы видите, что, как бы, здесь нормандские нормандские нормандская система соединена с южноафриканская так как вы понимаете, что тигры и орлы, ой, тигры и носороги в Неаполе не водятся после этого мы нашли, так сказать, еще один документ, в котором сказано, что неаполитанская школа взяла из каких систем вот что, в общем-то, в этом документе пишется что они взяли от испанцев то есть первая испания то есть первая испания они взяли науку фиктования так нет, право пиши A, B, C, D A, B, C, D нет, один это испания, а в испании исхода сделает Наука фехтования, механизмы владения оружием, и коммунию силы пространства. Что они взяли от французской школы фехтования? Это было достаточно поздно уже. Неаполитанский стиль в себя впитал французские вещи. Скорость движений с целью обмана или финта. Использование ошибок правильных. И, конечно, в случае вашего революция сделает ошибку, вы сделаете ошибку в вашем языке. От итальянской школы фехтования. Т.е. она впитала все итальянские корни, свои нахождения на итальянской территории. Т.е. это и удар и защита одновременно. Да. Таким образом, как неаполе находится на итальянском территории, то, конечно, правила тоже итальянская. Таким образом, они взяли принципы французской и защитной фехтования, за исключением понирования шпаги рукой. Опытierz limpio шпаги рукой, или одновременно. В зависимости от этих одного принципа. Так как сицилийская школа фехтования, им родная школа фехтования, и она древнее, чем неаполитанская, поэтому они позаимствовали и в своей любимой сицилийской полиармитанской школе кое-что. Полиармитанская? Да, именно полиармитанская. Значит, что они позаимствовали? То есть постоянное корректирование набора приемов. Дело в том, что в неаполитанской системе отсутствует набор приемов. Существует понятие рекомендуемых технических элементов, тем или иным мастеров. Есть такая понятия, как рекомендуемые технические элементы, но рекомендуемые технические элементы. Рекомендуемые технические элементы. Далее каждый мастер формирует свой пакет инструментов технических приемов по определенной системе. И что они взяли в полиармитанской системе? Это мгновенный анализ свойств врага. То есть предугадывание его действий. Это мастер формирует свой пакет инструментов технических приемов. Есть еще одна вещь. Дай мне это внизу. Есть еще одна вещь, которые включили. Это инстантная анализация технических приемов. Вот. И очень интересна сам стратегическая концепция школы. Не уклоняться, не парировать, не отступать. Это стратегическая концепция школы. Это вообще отдельная тема для разговора. Да разберемся. Вот такой вот набор, так сказать, неаполитанская система позаимствовала у других школ как бы фехтования. И получился вот такой микс. Да. Про эту школу входят легенды. То есть это как бы считается самая сильная школа фехтования последних веков, которая вообще сохранилась и потом куда-то тоже неизвестно исчезла. Потому что эта стратегическая концепция школа, которая считается, что она более мощная. И, опять же, никто не знает, как она была создана. Никто не знает, где она была создана сегодня. Или, где она вообще была. Поэтому, Ирина Ивановна, вытираем все, кроме верха. Вот так вот, заставляем. Про технику я сегодня говорить как бы особо не буду. По причине того, что это очень долгий разговор. Как вы понимаете, у каждого мастера неаполитанских школ свой технический набор рекомендуемых приемов и свой технический арсенал, который он считает наиболее эффективным дополнительно к рекомендуемому набору приемов, да? Таким образом, мы не поговорим слишком много о технических элементах неаполитанских школах, потому что мы не имеем слишком много времени. Но, по факту, каждый мастер неаполитанских школах имеет свой собственной арсенал, свой собственной технической элементами, предполагированный и определенно любит себя. А что еще нужно было сказать про неаполитанскую школу? Они такие, знаете, индивидуалисты, что они в себе все свое сделали. И свою шпагу неаполитанскую. И особый вид рапины. И свой собственный неаполитанский меч. Они такие были индивидуалисты, что они все себе свое сделали. Чтобы, не дай бог, не было похоже, как у других. Реал индивидуалисты, которые действительно создали свои собственные типы, чтобы иметь, скажем, similarities с другими типами. Да. И поэтому у них все не как у людей. И шпага особым способом держится, и рапира своя собственная, и концепция школы, которой ни у кого нет. И, в общем, да они такие вот очень индивидуалисты. И что-то самое интересное, фиктование называют игрой со шпагой. И они имеют свой собственный концепт, который вообще не может быть найден где-то. Но самый интересный факт, это, что они называют фанцинь себя, как, как, играя со шпагой. Да. Это как играя. Итак, что еще нас встретило, как затруднения? Да. Следующая проблема, которая у нас была, это проблема, так сказать, того, что теперь нам танец надо было найти. Да. Но вся проблема заключалась в том, что, конечно, если неаполь, это тарантелла, безусловно. Да. Ну, и здесь как раз можно допустить ошибку. Потому что вот эта вот тарантелла, как бы, она была уже последствием определенной системы. Система неаполитанских масок. И, опять же, это система неаполитанских масок, она как бы сказано приводит в движение логические модели животных. Да. Что получается? Что получается? Если мы нарисуем круг, ближе сюда, внутри разместим маски. На четыре точки поставим носорога. На четыре точки поставим носорога. Тарантелла. Тарантелла. И волк. И волк. И волк. То именно на вот эту логическую модель крепятся сначала рекомендуемые технические элементы. Так вот это логическое модель. Это степь номер один. И опять степь номер два. На этом логическом модели, какие-то технические элементы, скажем, скруты. И таких массов пятьдесят в цену не поставим. И таких массов пятьдесят в цену не поставим. И, ой, нет, there are fifty. Fifty Neapolitan masks located here, inside of the circle. Теперь напротив мы должны поставить зеркало, где отражаются пятьдесят принципов неаполитанского аффектования. Как список. Держите, пятьдесят. Принцип. 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 И эти принципы нам нужны для селекции приемов, которые мы будем отбирать в собственную систему. И мы нужны все эти принципы, чтобы создать технические элементы, которые мы нужны для использования в нашем системе. То есть рекомендуемые теоретические элементы, их всего до пяти, до шести, может быть, не больше, их вроде как не оценивают этими принципами, а все, что вы извне берете, селекционируя приемы каких-то других людей, то есть по сути своей присваиваете себе чужие приемы чужих школ, они должны пройти на проверку пятидесятью принципами. Каждый элемент пятидесятью принципами. Окей, let me explain. So, there are five or six approximately, five, six main, basic, recommended technical elements. And those five, six elements, they are not estimated. It's just like, you know, like, we have it, and this is it. But in case you try to take out the other things from the other masters, before you take them out and make them yours, you have to judge them. You have to estimate them via the prisma of all those fifty principles simultaneously. И эти отобранные, селекционированные приемы, технические элементы становятся частями, которые используют логические модели носорога, волка, тигра и орла. And in case you take out something from the other people and make it yours, in case it corresponds to all those fifty principles, they turn into technical elements that are used by these four logical models. I mean, wolf, tiger и волк, драйна. И считается, что это исчерпывающие модели, которые могут воевать. И когда мы с вами воюем двумя видами оружия, например, у нас шпага и кинжал. And in case we actually are fighting using two types of blades, like we have шпага и кинжал, a pay and dagger, то может быть одновременно задействованы две логические модели. And again, like it's a pay and a dagger, so in this occasion we may use two different logical models. При этом все технические элементы взаимодействуют в свободном порядке между друг другом без логической модели. But still, all those technical elements, they may work with one another freely, that is, even without any technical, any logical models. So again, all those technical elements may work with one another separately from logical models. And secondly, all logical models can work with one another without technical elements. So right now I try to figure out the person who is willing to, let me say, to work by means of Neapolitan Fancy School, because it's definitely something that blows up your mind. So yeah, it's very natural reason that no one wants just to research, no one wants to work according to Neapolitan Fancy School, as it is very complicated. You see, there are so many things mentioned, but still, this is just a very slight beginning. Dr. Malczak has just started to talk about it. And by this Dr. Malczak is only creating the system of orientation, helping one to get oriented in the area of Neapolitan Fancy School. Because in order, in order, one sets himself the task to, let me say, explain everything about the school, number one, he should explain all those 50 masks. And then secondly, step number two, we should take the separate discussion, related to those animal logical models. How they work separately, how they work with one another, and how they make, let me say, lots of diverse variations. После этого необходимо отдельно объяснять тот или иной набор рекомендуемых технических приемов, потому что у каждого мастера свой рекомендуемый набор. У меня таких рекомендуемых наборов на сегодняшний день шесть. And then number three, we should take, let me say, the definite separate discussion about the recommended sets of technical elements. And all those sets, they are different, because there are different masters. There are different people, there are different, let me say, features and there are different masters. And by these moments that my set knows six such sets. And of course, there is one more thing one should do, which we should definitely note, that the person who studies this area, he must actually, it's like a beauty, he must read all those treatises. It's very, it's very important. Because knowing the contents of all those treatises helps one to get ready for the selection, for the selection of all those technical elements, for him personally. And of course, all those blocks, all those blocks of information, first of all, are, let me say, studied separately. And then imagine, like, you have numbers of boxes, and then you make out one working car out of all those boxes. And then, finally, again, having formed this car out of all those numerous boxes, one definitely should learn how to drive this car. Well, we don't know what you feel, but we definitely have to say that Dr. Maitsev personally, let me say, admires this Neapolitan style of Spanish fancy. Do you know the reason why I took my name? Do you know the reason why I took my name this school just like the Neapolitan style of Spanish fancy? Because the very first principle that's here, concealed here, right in the mirror, is as follows. You must definitely know the Spanish fancy. That is your technical element to use, should definitely correspond to that Spanish principle and Spanish technical element. And in case one is not aware of Spanish fancy, well, you will never find a figure out the Neapolitan fancy. So, right in case you, let me say, see some sort of static system, this is definitely not the Neapolitan style. Because actually Neapolitan style is only about dynamics, it doesn't have some sort of final number of technical elements. And this is the reason why we say that this sort of study is very complicated. But on the other hand, having made this car constructed, and having learned how to drive this car, you may definitely see the reason why Bungini has written in his treatise like the Neapolitan school is top perfect. Yeah. And so, when we gather all the others. And so, when we gather all this structure together, we have a self-organizing system, which allows us to constantly improve. So, but in case we manage to build this system, we manage to form and construct this car, having done this, we actually receive the self-organized six system, that is top effect of the business. So, in case there will be the person who is definitely willing to learn this Neapolitan fancy school, right in the very beginning, he should be definitely ready to meet certain obstacles and misfortunes. Поэтому, стоит этим заняться или не стоит, решать, конечно, вам. So, again, is it worth it or is it not? That's definitely your point to decide. So, again, it's a private case talking about here, but talking about Dr. Mindset, as he is a scientist, he is definitely keen on and interested in the Neapolitan fancy school. Because it is definitely, let me say, the cohesion, let me say, the unity of Norman's school and South African school. And there is no other system in the world like this, there is nothing similar to the system that actually includes in itself both Norman's school and South African school. And, again, we see this type of school as a matter of fact, but right now we are still not aware of the reasons why it is just like this. So, right now Dr. Mindset says that he is not ready to provide you with the answer of the origin of why this happened, why we got this origin. And this is not because he lacks, my boss never lacks certain versions. But definitely due to the fact that right now we are still in research and we haven't found, let me say, enough quantity of evidence and proofs for verifying this version. So, let's find out the other reasons according to which this school definitely differs from the others. So, the first thing that we definitely, in Neapolitan style, we definitely work with the wrist. They make lots of cuts by means of wrist, lots of those. And, again, the Russians are very swift. That's the reason why they definitely do not like the heavy weapon, because it's not comfortable. So, they work with the wrist and with the forearm. They use their elbow only in case they make, let me say, the straight strikes. So, they do not perform the shoulder strikes like they are slashing, like cutting penetrated type of strikes. They may take any sort of position. There was even such a master who actually, let me say, hit his sword behind his back. So, this was his position. And, actually, this position, when he was hiding his sword behind his back, was not only effective. It was such that, actually, it was just one strike that no one could even parry. That's the reason why lots of people were killed. That is, definitely, by this we conclude that for the Neapolitan school, let me say, the victory taken by means of only one thrust in motion, of one cutting motion, it's just like ordinary thing. And, in case, you want to fight against the Neapolitan offensive school, just like you are dragging your hand and getting ready, just you better stop it because there is something. Because the representatives of the school definitely like to make strikes right at the moment when you are dragging your hand. And, again, this is very Spanish. It's Spanish. And, again, this is very Spanish. It's Spanish. And, they definitely like to make, to perform a blue on advance. Yeah. On advance. They definitely prefer the high position. They do not use the zonding when they appear, that is, they do not try to touch the earring in front of them before doing something. It's not about hand-woordening. It's not about hand-woordening school. They do not use the ball. There are lots of blonds, made by means of legs. Они перекладывают, в отличие от других, шпагу из макеронка. Дальше. Они очень любят свободное положение на ногах, как на пружинах. Они очень любят держать шпагу направленную в грудь противника, при этом постоянно меняя конфигурацию. Они очень любят, скажем так, издеваясь на противника. Это система, в которой один фехтовальщик не похож на другого фехтовальщика. И она не похожа на полярмитанскую школу, как бы про это ни говорили. И эта школа не похожа на полярмитанскую школу, нет. В их основе лежат разные логические модели. В основе полярмитанской школы лежит модель РЦР. И этим все сказано. Это чисто испанская школа. Но так как у нее венецианские корни, как и у испанской системы. То она впитала в себя и все венецианское фехтование. Да. Поэтому полярмитанская школа это брат неаполитанская школы. Я бы сказал так. Дело в том, что братья не всегда бывают близнецами. Но вы знаете, братья не равны. Братья не равны для братьев. В обоих школах течет одна и та же испанская кровь. Потому что обоих братья, обоих школах, и все вытекающими отсюда последствиями. И, опять же, вы можете узнать какие-то последствия. Но при этом, эти братья могут быть не похожи на друг друга. А могут быть похожи. В зависимости от неаполитанского мастера. Все зависит от неаполитанского мастера. Потому что, в действии, мы можем сказать что одна очень непростая школа, что вторая очень непростая школа. Вообще, в королевстве обоих в Сицилии всегда было самое сильное аффектование. Да. Поэтому два края, крайний юг и крайний север в нынешней Италии, это самые сильные школы аффектования. То есть, там Волоньская, Венецианская, флорентийская школа аффектования. То есть, весь Север это мощнейшие школы мировые аффектования. И то же самое на юге. Неаполь и Сицилия это два центра выдающихся на весь мир фектования. Почему я не говорю о Катании, Сиракузах и Мессине в той стороне Сицилии? Потому что это требует отдельного разговора. Там все очень непросто. Мессина, due to the fact that it's a separate conversation. There are so many things we have to say about that. So many ideas to express. It's very complicated area to research too. Поэтому мы обязательно, когда будем изучать итальянское аффектование, поговорим об этом узке земли о правой стороне Сицилии, обязательно поговорим. И, конечно, мы обязательно поговорим о полиармитанской школе аффектования. И мы обязательно поговорим о полиармитанской школе аффектования. Мы обязательно будем говорить о Болонской школе эффектования, а в Венецианской школе эффектования о Флорантийской школе эффектования. Обязательно поговорим. Будем сравнивать все это с французской школой эффектования. И немецкой школой эффектования. И я вряд ли стану говорить о британской школе эффектования, потому что я ее и знаю. Мы не хотим говорить о вещах, которые неизвестны из книжек. Мы не хотим говорить о британских французской школе. Потому что, как доктор Матцев говорит, он не знает о том, что он никогда не исследовал. И он не будет рассчитывать что-то, как по поводу статем, в книжках. У меня как бы неизвестны специалисты в области британской школы эффектования, намного превосходящие меня по компетентности. И, опять же, доктор Матцев сказал, что он пригласил экспертов, которые хороши в рейл-экспертном секторе, не хороши, но хороши в британской школе эффектования. И ведь французская школа эффектования не является моей специализацией тоже. Но ее я вынужден был изучать, дабы сравнить с итальянской, испанской школой эффектования. Потому что французская школа эффектования, она, как говорят, в 18 веке ввела в мировой французский стандарт. Потому что это значительный игрок на этом поле. И, опять же, доктор Матцев сказал, что он был облачен в исследовании французского французского школы. Потому что, без этого, это невозможно сравнить различные различные типы школы. Потому что, как правило, до конца 18 веке, новый французский стандарт для французского стандарта появился. Поэтому мы обязательно должны это исследовать. Так говорит классическая история. Да, потому что там, где я действительно разбираюсь в вопросе, в итальянской школе эффектования, в испанской школе эффектования, в полярмитанской системе эффектования, вот уже теперь в неаполитанской системе эффектования. Здесь я могу достаточно компетентно объяснить все нюансы. И, опять же, доктор Матцев сказал, что есть определенные элементы, в которых он профессионал, в которых он хорош, потому что он действительно любит все о том, что он любит все о том. По этому я имею в итальянской школе, в испанской школе, в неаполитанской школе, в неаполитанской школе. Да. В поляританской школе. Да. А вот там, где речь идет о Британии, там я не сильно компетентен. Но, опять же, вот эти вещи, в которых доктор Матцева компетентен. Но, когда мы говорим о британской школе эффектования, мы не изучаем ее, поэтому мы не говорим об этом. Да. И поэтому я не учу говорить о британской школе эффектования, потому что я ее не знаю так хорошо, как итальянскую и испанскую школу эффектования. Да. Поэтому я вам буду рассказывать об итальянской и о испанской школе эффектования. Буду сравнивать это все с французской и немецкой школой эффектования. Да. И, безусловно, школы, которые проистекают из испанской школы, поляританская школа и неаполитанская школа будут нами рассмотрены очень подробно. И, конечно, школы, которые происходят из испанской школы, например, поляританская школа и неаполитанская школа, эти типы будут обсуждены очень подробно. Редактор субтитров А.Малышево Корректор А.Кулакова К.А.Кулакова 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 В.П.А.Кулакова М.А.Кулакова Продолжение следует...